Православные верники означают сегодня День святых первоверховных апостолов Петра и Паула. У Гомели святочные мероприемства пройшли у свято-петропауловским соборы. На урочистостях побывали и наши корреспонденты. Они были с усим разными. По водле христианского веровучения апостол Петр был ближайшим в ушнем Христа. После его воскресения Петр узнали первую христианскую общину, за что и был после распятанных крыжей. Павел не был в ушнем Христа подчас его земного життя. Боль затоя, пылный час, и он проследовал после доуников Христа, але потом изменил свои погляды. Павел заснавал христианские церквы у Сирии, Малой Азии, Македонии, Грэции, Рымской империи и написал 14 посланий, які уключены у Новый заповед. Апостол Павел, як рымский грамадянин, был обезголовленный. Лишится, что Петр и Павел пройняли покутницкую смерть у один день, 12 липеня. День памяти апостолов яшедно подстава оценить уласное життя. Иметь терпение и простое такое миролюбие человеческое. И Господь тогда даст дальше силу нам трудиться. И мы непременно ощутим плоды вот этого маленького-маленького, мизерного, но не искреннего шествия, реального шествия до Христу. Гомельский Петропавловский собор был открытый в 1824 годе. Его далейшая история, как культового будинка, была непростой. В 1935-м собор закрыли. У 40-х годах минулого 100-годя у храме знов почались службы. Але протягывались яны только до Кастрышника 60-го. А мальчверц 100-годя тут находился планетарый. Потом в некольких годах будинок у Воголе не выкаристовывался и разбурался. После шмат-ликих просьбов, наприконцы 89-го, уполноваженный по справах религий передал верникам ключи от собора. Кап привезть яго у належный выгляд, люди приходили сюды что день. Выносили тонны сметя и без выплат на праймалю дел у рамонтных работах. Гомельшане верили, это действительно святое место, якое за усёды будя запотрабованным. От самого прохода до ухода вылаживали такие дороги святоу, такими коврами, разными-разными, и на троицу вылаживали. Очень Петро и Павло, это очень хорошая служба, всегда владыка приезжая. С днём Петра и Павло у народа связаны некольки прикмет. У приватности не рекомендовалось уступать у шлюб, займаться хатникой с подаркой, уживать садовиную городнину нового уроджаю, а так само ходить у лес, бо дякие живёлы у гэты день могут проставлять сурьёзную небеспеку. Хоть у целым День памяти святых апостолов, усё ж таки подстава для радости и гулянию, тем боль, что на переданне завершился Петровский пост. Сердечно всех приветствую, жители нашего города, нашей области, с праздником святых первых ховных апостолов Петра и Павла. И хочется пожелать, чтобы их молитвами Господь хранил нас, чтобы их молитвами в нашем сердце была любовь, любовь божественная, которая немощная врачующая и исполняет воскудивающая. Позже Господь хранит каждого из вас с молитвами святых первых ховных апостолов Петра и Павла. И всех, кто носит имена святых апостолов Петра и Павла, поздравляю с Днём Ангела. Мира, добра и любви вам на многое и благое лето. И в протяг темы церковных урожистостей. 21 липеня у Гомеля ушанують память Казанской Божией Мати. На 11-го жнивня запланованное богослужение у гонор святой манефы Гомельской.